Здравствуйте! В эфире информационная программа новости в студии Светланы Дёмина. Я и мои коллеги расскажем вам о том, что происходит в родном городе. Смотрите сегодня. Зареченские выпускники сдали ЕГЭ по математике. Хорошее настроение за красивые клумбы и чистые подъезды. Праздник пришел в очередной двор участников конкурса «Мой дом, мой двор». Я думаю, что мы благодаря им по праву гордимся тем, что наш город является самым устроенным в России. И в начале выпуска о главном. Заречный сегодня утром вновь заволокло едким дымом. Обеспокоенные жители начали обзванивать все экстренные службы, чтобы узнать, что случилось. Причину выяснили быстро. Опять полигон в Чемодановке. Видимо, принятых накануне мер на городской пензенской свалке не хватило. Ситуация очень напоминает июль 2010 года. Тогда огнеборцам понадобилась неделя, чтобы полностью ликвидировать очаг возгорания. Что происходит на полигоне ТБО и стоит ли зареченцам опасаться за свое здоровье, выяснял Станислав Корякин. И вновь заречная накрыла густое облако смога. Второй день едкий дым с полигона твердых бытовых отходов под Чемодановкой не дает покоя жителям города. Начавшийся накануне пожар на свалке до сих пор не удается потушить. Мы вчера тоже выезжали по этой ситуации, оценили обстановку и сегодня буквально только вернулся. Там происходит следующее. 3 июня произошло возгорание отходов. Персонал этого полигона бытовых отходов практически начинал работу по ликвидации потушения. И вчера, насколько мы убедились, там тоже работали и пензенские службы, и сама служба этого полигона. Там открытого горения сейчас нет. Происходит внизу тление отходов. Роза ветров работает против нас. Накопившийся за ночь над свалкой дым утренним восточным бризом несет в сторону Заречного и Пензы. Повторяется история 4-летней давности. Жарким летом 2010-го такой же едкий смог накрывал Заречный несколько дней. Клубы сизового дыма и навязчивый запах гари заставляют Заречный буквально задыхаться в течение последних двух дней. Причина тому – пожар на свалке в районе Чемодановки, буквально в паре километров от города. Тогда пожар на полигоне ТБО удалось потушить лишь за неделю. Сколько придется дышать Зареченцам малополезным дымом в этом году – неизвестно. На сегодняшний день такой активности я сегодня не заметил. Ну, конечно, люди работают, но не так активно, как бы хотелось, чтобы ликвидировать вот эту всю ситуацию. Нам уже поручение Вячеславу Владимировичу Гладкову, главой администрации, уже даны. Мы сейчас подготовим ряд наших вопросов руководству правительства Пензенской области, руководству в том числе города Пензы. По недопущению такой ситуации. Здесь только от руководства города Пензы. Ситуацию взяли под контроль также зареченские экологи и специалисты по охране здоровья. Межрегиональное управление по данному факту подготовило письмо в адрес управления Роспотребнадзора Пензенской области для того, чтобы с управлением были приняты мер к соответствующим организациям, кто ответственен за эксплуатацию полигона ТБО. В плане того, чтобы предотвратить в дальнейшем задымление территории, в том числе города Заречный. 5 мая были проведены лабораторные анализы атмосферного воздуха в Заречном. По данным специалистов, опасностей для жизни и здоровья горожан нет. Сегодня силами Центра гигиены и эпидемиологии были отобраны пробы атмосферного воздуха на содержание общепромышленных загрязнителей. В основном это продукты горения. Результаты показали, что определяемые химические вещества, значит их содержание не превышает предельно допустимых концентраций. И все же, несмотря на результаты проведенных анализов, зареченцам не стоит пренебрегать мерами безопасности. Если город вновь накроет облако смога, врачи рекомендуют закрыть в квартирах окна и балконы и при необходимости воспользоваться обычными медицинскими масками. Станислав Корякин, Сергей Пруцкий, Багжес Гриневичаев, Сергей Тюрин, телерадиокомпания «Заречный». Дым в городе, жилищно-коммунальное хозяйство «Заречного», капитальный ремонт домов и дорог. Все эти вопросы сегодня в центре внимания первого заместителя главы администрации. Сразу после новостей на нашем канале «Прямая линия» с Виктором Шошкиным. В студии будет работать многоканальный телефон 60 12 61. Вопросы Виктору Шошкину можно задавать и через интернет на сайте телерадиокомпании «Заречный» по ссылке в центре внимания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Все, что волнует зареченцев сегодня в 20 часов. А сегодня экстренные службы города были по тревоге стянуты в зону отдыха «Лесная». Там проходили совместные тактико-специальные учения. Спасатели, полиция и медики отрабатывали свои действия при спасении утопающих. На тренировки городских служб экстренного реагирования побывала и наша съемочная группа. Спасатели не зря предупреждают за буйки не заплывать. Купание вне огражденной зоны опасно для жизни. Двое мужчин сегодня утром пренебрегли всеми правилами и решили переплыть лесной пруд. Такую легенду придумали для тактико-специальных учений городских служб экстренного реагирования. Водная была такова. Два человека, неизвирая на ограждение и предупреждающие знаки, которые установлены на пляжах и в местах купания, заплыли на матрасе за эти ограждения. Матрас потерпел крушение, сможет так выразиться. Два человека оказалось в воде. По легенде, один человек сразу же ушел под воду, второй оставался на поверхности. На помощь утопающему бросились дежурные спасатели комбината благоустройства. Чтобы вытащить мужчину из воды и доставить на берег, понадобилось чуть меньше трех минут. На берегу бедняги оказали неотложную помощь. К этому времени подоспела подмога. В зону отдыха лесная прибыли полицейские, медики и поисково-спасательный отряд. Водолазы управления гражданской защиты занялись поисками второго потерпевшего. Начальнику поискового спасательного отряда провести разведку места предполагаемого пострадавшего на водной поверхности силами водолазной службы. Водолазная служба к поисковым работам готова. На поиски пострадавшего под водой пришлось потратить несколько минут. Мужчину благополучно вытащили на берег. Там потерпевшего передали бригаде скорой помощи. По легенде учений, мужчину, который долгое время находился под водой, удалось спасти. Экстренные службы с поставленной задачей справились. Действия сил и средств, привлеченных к проведению так и специальных учений, конечно, они прошли слаженно. Сотрудники всех служб задействованных прибыли к месту предполагаемого происшествия своевременно, в течение 4-5 минут, что является для нашего города хорошим показателем. Подобные учения планируют провести и в зоне отдыха «Солнечная». Сомневаться в том, что и они пройдут успешно, не приходится. Зареченские водолазы прошли аттестацию, получили сертификаты. И сами зоны отдыха к купальному сезону подготовлены как нельзя лучше. Зареченские водоемы и пляжи – единственные во всем регионе, которые полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к организованным местам отдыха. Тем не менее, спасатели призывают горожан быть предельно осторожными и соблюдать все правила поведения на воде. Тогда прибегать к помощи экстренных служб вовсе не придется. Светлана Демина, Багжес Гриневичаев, телерадиокомпания «Заречный». Подробнее о прошедших учениях и ситуации на полигоне твердых бытовых отходов в Чемодановке мы поговорим с гостем студии, начальником службы гражданской защиты Управления гражданской защиты Заречного Дмитрием Киселевым. С ним мы встретимся после информационного блока, а пока о других событиях. Выпускники школ сдали второй обязательный экзамен. Более 6,5 тысяч 11-ти классников Пензенской области написали ЕГЭ по математике. Чтобы удачно пройти испытания, школьникам нужно было набрать 24 балла. По всему региону работали 44 пункта проведения экзамена. Зареченские выпускники писали ЕГЭ в 226-й школе. Как готовились выпускники, с каким настроением шли на второе обязательное выпускное испытание и как проходил сам экзамен, расскажет Ирина Герасимова. Единый государственный экзамен по математике обязательный для всех 11-ти классников. Поэтому у крыльца 226-й школы, где проходит в этом году аттестация, собралось около 250 школьников. Настроение у меня хорошее, но все равно очень страшно, прям трясет. Нужно брать себя в руки, потому что если очень бояться, можно не писать. Все же, признаются ребята, экзамен не первый, поэтому справляться с волнением сегодня получается быстрее. К новым правилам проведения ЕГЭ зареченские выпускники приспособились. Конечно, вот то, что в каждой аудитории по две видеокамеры, пропускная система через металлоискатели, все это немножечко как-то заставляет полумноваться. Но, тем не менее, вот уже сегодня мы сдаем не первый экзамен, и нам уже поспокойнее, потому что уже все так отработано по процедуре. И дети уже все поняли. Вопускники города заречены должны только на знание, и результат должен быть хороший. Металлодетектор пищит очень редко. Чаще всего школьники забывают выложить ключи от дома. Говорят, чтобы не нарушать правила проведения экзамена, не прибегают даже к народным методам на удачу. Уже ходят легенды по этим фишкам. Монетку подложить там в ногу. Даже кто-то говорил, что когда монетку подклываешь, она пищать начинает через рамку, проходя. Поэтому немногие так делают. В целом, признаются одиннадцатиклассники, изменения в процедуре проведения экзаменов на них никак не повлияли. Меня лично не напрягает то, что, например, в кабинетах стали находиться камеры. Может, кому-то там кого-то это как-то стесняет. Если человеку нечего скрывать, то человек не будет волноваться. Дрошу Максим Константинович. Один В. В экзаменационную аудиторию заходят строго по паспорту. Рассаживаются по одному за персонально закрепленной партой. Короткий инструктаж и наблюдатели вскрывают пакет с экзаменационными заданиями. На их выполнение у школьников не более 3 часов 55 минут. Я первый год участвую в этой экзаменационной сессии. У нас, как же, отмечала очень хорошие одиннадцатые классы. Может быть, я только чисто внешне сожжу, но приходят ребята очень уверенные. Чувствуют, что проведена очень серьезная подготовка. И педагоги, и сами учащиеся, наверное, освоили тот механизм подготовки денного государственного экзамена. Я думаю, результаты должны быть хорошими. То, что государственные экзамены в Заречном проходят в соответствии со всеми требованиями, подтверждают и члены экзаменационной комиссии. За все время аттестации никаких жалоб не поступало. Пункт сдачи экзамена готов в этом году. Полностью соответствует тем требованиям, которые предъявляет Министерство образования. Какого рода экзаменам и экзаменационные материалы поступили. И вот в настоящее время уже где-то минут пять, как начался экзамен. Результаты единого государственного экзамена по математике станут известны в течение 10 дней. Впереди у выпускников еще два экзаменационных дня, в которые одиннадцатиклассникам предстоит продемонстрировать знания по химии, истории, обществознанию и информатике. Ирина Герасимова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Хорошее настроение за любовь к городу. Развлекательная программа на свежем воздухе – традиционный подарок активным зареченцам, которые украшают свои дворы и подъезды. В этом году число участников конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор» дошло до семи десятков. В каждый из них этим летом придет шумный и веселый праздник. Накануне красочное действие состоялось во дворе на Озерской, 16. На праздники побывала Ксения Тризна. Самый лучший в мире дом, где играем встаем. Самый лучший в мире дом, где играем встаем. Самый лучший в мире дом, где соседи дружат и вместе украшают свой двор и подъезд. Таких домов в Заречном как минимум 69. По числу участников конкурса общественных инициатив «Мой двор» 2014. Все больше и больше наших жителей, неравнодушных к тому, где они живут, неравнодушных к тому, в каком состоянии находится наш город, занимаются благоустройством этого города, занимаются своими домами, занимаются своими дворами. И я думаю, что мы благодаря им по праву гордимся тем, что наш город является самым благоустроенным в России. Жители делают Заречный еще красивее и уютнее. Значит, нужно подарить им праздник. В этот раз он пришел на улицу Озерскую. Жители 16-го дома всегда содержали двор в порядке, но участвовать в конкурсе решили только в этом году. Яркие клумбы, ухоженный двор, оригинальная пешеходная дорожка. Но у народных дизайнеров уже зреют новые замыслы. На следующий год думаем по-другому сделать. Как если у нас конкурсы же по всему городу, ну, может, чего-нибудь придумаем. То есть пока еще не знаете, что... Пока не знаем, но чего-нибудь придумаем, чтобы занять первое место. Но призы и награды не главное, считают жители соседнего, 18-го дома. Ведь результаты работы радуют всех, и их самих, и окружающих. К тому же дети учатся во всем помогать родителям и бережно относиться к чужому труду. В этом году чем планируете удивить жюри? Ну, наверное, удивить мы не планируем. Просто хотим, чтобы наш двор был зеленым. Когда здесь была уборка, я мусор здесь убирала, еще землю, так сказать, укладывала. Ну, тебе нравится работать? Угу. Жители одного из самых дружных дворов в Заречном умеют не только хорошо работать, но и отдыхать. Все вместе участвовали в конкурсах и спортивных состязаниях. Как правильно выполнять все упражнения, участникам праздника двора показывал директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной» Юрий Черников. А с таким зарядом бодрости и позитива можно и дальше творить, и радовать всех своими дизайнерскими решениями. Ксения Тризна, Сергей Тюрин, телерадио компания «Заречный». Сегодня вечером в 21.10 смотрите новый выпуск передачи «Тумба Морриса». Вас ждет много хорошей музыки, встреча с известными музыкантами, эксклюзивные интервью и все о прошедшем недавно в Пензе международном фестивале джазовой музыки «Джаз Май». Вы узнаете, что было интересного на открытой площадке «Новой филармонии», а также встретитесь с мэтрами джаза. Анной Бутурлиной, зареченским бэкбендом Валерия Дмитриева, джазменом из США Крэйгем Хэнди, коллективом «Мосгор Трио». Настроение, по-моему, у публики заинтересованное по отношению к тому, что происходит на сцене, и внимательное. Нам это приятно. Сейчас много музыки всякой называется джазом и не является джазом. Это, может быть, некоторая проблема. Однако, джаз существует и в Америке, и в мире, и в России. И о спорте. Накануне на искусственном поле центрального стадиона прошли очередные игры чемпионата города по футболу. В первой встрече померились силами команды «Пламя» и «Боксер». Скорости на поле были высокие, да и техническая составляющая матча тоже на достойном уровне. Футболисты полностью раскрылись, играли грамотно, и практически все два тайма шли на равных. Но лучшую игру показали футболисты команды «Пламя». С разницей в один забитый мяч они одержали победу над боксером 2-1. Во втором матче встретились команды «Ветеран» и «Аврора». Игра развивалась практически по тому же сценарию, что и предыдущая. Итоговый счет тоже с перевесом в один мяч. 3-2 победа за командой «Аврора». Мы прервемся на небольшую рекламу, а сразу после нее встретимся с нашим гостем. Не переключайтесь. Выпускники 2014 Спонсоры проекта Торговый центр «Дубрава» Магазин «Строймак» Ювелирный салон «Жемчуг» Магазин электроники «Прайм» Студия цветочного дизайна «Твой букет» Генеральный спонсор проекта Стоматологический центр «Дента» Программа «Страна Росатом» Новости атомной отрасли, закрытых городов и градообразующих отраслевых предприятий Смотрите в понедельник и в среду в 20.00 Юбилейные вклады с высокими ставками от Инвесторгбанка Только до 30 июня Каждому вкладчику зонт в подарок Для пенсионеров дополнительные специальные условия Подробности по телефону 8 800 245 45 АКБ Инвесторгбанк УАО Лечение острых и хронических заболеваний почек Прием ведет кандидат медицинских наук И заслуженный врач России Нефролог Кузнецова Любовь Васильна Медицинская клиника здоровья Телефон 65 26 40 Стоматологический центр Дента Качественное лечение, протезирование Современные материалы, приемлемые цены Дисконтная система скидок Инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны Персональная скидка 10% Город Заречный, проспект Мира, 15А Телефоны 60 64 88 60 45 87 79 64 41 Стоматологический центр Дента Высокое качество лечения по разумным ценам Наиболее значимые события городской жизни за неделю В субботу в итоговой информационно-аналитической программе на канале Заречный За неделю, в субботу в 19.30 на канале Заречный Выпускники 2014 Спонсоры проекта Салон красоты Бархат Салон Чайная симфония Ювелирный салон Софи Центр образовательных услуг Репетита Плюс Магазин спортивных товаров Турист Генеральный спонсор проекта Стоматологический центр Дента Спецуправление Федеральной противопожарной службы номер 22 МЧС России предупреждает Большинство пожаров в жилых домах возникает по вине нетрезвых курильщиков Курение в постели смертельно опасно Маленькая сигарета – большая беда Новости Заречного продолжаются Сегодня в студии прямого эфира начальник службы гражданской защиты Управления гражданской защиты Заречного Дмитрий Киселев Добрый вечер, Дмитрий Здравствуйте Для начала расскажите, как обстоят дела Вот сейчас, на данный момент На полигоне твердых бытовых отходов в Чемодановке Вот то, что беспокоит зареченцев уже второй день Ну, начну с самого начала Пожар на данном объекте возник 3-го числа По сообщениям руководства данного объекта Возник он в результате поджога неизвестными лицами Ну, 3-го числа, 4-го и сегодня продолжаются работы по его тушению На данный момент пожар затушен Но идет тление нижних слоев мусора Работа по тушению проводится По сослов руководства полигона твердых бытовых отходов Сегодня вечером или завтра утром Будет потушен окончательно То есть зареченцам, в принципе, не о чем беспокоиться Нет повода для... Да, единственное неудобство возникает Это в плане задымления и неприятного запаха Единственное, что мы здесь можем посоветовать Это при появлении дыма Закрытие оконной проема, двери То есть не допускать сквозняков Ну, и при выходе из дома желательно при себе иметь Самую марлевую повязку для защиты органов дыхания Также ограничить время пребывания детей на улице Или вовсе не выпускать вот эти данные дни Надо просто переждать, скажем так И ограничить физические нагрузки на организм Это касается в основном пожилых людей Потому что недостаток кислорода будет сказываться А с нашей стороны направлены соответствующие документы По данному факту Как в правительство Пенинской области Так и в Главное управление МЧС России по Пенинской области Для рассмотрения, скажем, нашего обращения И принятия соответствующих решений Ну и теперь, Дмитрий, подробнее поговорим Давайте об учениях, которые сегодня прошли В зоне отдыха лесная Вот с чем связана такая массовая тренировка Всех экстренных служб? Сегодня у нас происходила тактика специального учения С водолазной службы поисково-спасательного отряда Нашего учреждения С привлечением матросов-спасателей К комбината благоустройства лесного хозяйства Ну и по плану проведения данной тренировки Привлекалась бригада скорой медицинской помощи И межмуниципальный отдел полиции Данное учение, скажем, плановое Оно было еще запланировано в прошлом году В соответствии с планом основных мероприятий Работы нашего учреждения на 14-й год Данная цель, скажем, данного учения Практического Это отработать навыки по спасению Пострадать терпящих бедствия на воде То есть все вот эти службы сегодня тренировались в экстремистовом? Да, в организациях взаимодействия, чтобы в случае, скажем, действительно вознейшей угрозы Все знали, кто для чего предназначен и что делать Ну и насколько справились с поставленной задачей, какую оценку поставили? Цель тренировки достигнута, оценка удовлетворительная Ну, естественно, в дальнейшем будут запланированы проводиться Как тактика специального учения с привлечением различных служб экстремного реагирования Так и обычные тренировки, что касается конкретно матроса-спасателей И поисково-спасательного отряда Дмитрий, ну а расскажите, как вообще в целом обеспечивается безопасность на воде? От кого она зависит, скажем так? Ну, у нас основной баланс содержателей наших прудов и водоемов в зонах отдыха Является комбинат благоустройства и лесного хозяйства Подготовка к купальному сезону осуществляется Ими осуществлена в этом году в полном объеме 29 мая у нас работали представители отдела ГИМС Пензенской области Это государственная инспекция по маломерным судам У нас приемка зоны отдыха осуществлена Получены акты, подтверждающие право эксплуатации данных прудов Кроме того, у нас специалистами Центра гигиены и эпидемиологии Были проведены заборы воды, пробы воды на соответствии санитарных норм и правил Санитарные норм и правил у нас не превышены То есть вода соответствует и в ней разрешено купание Кроме того, специалистами Центра гигиены в течение всего летнего периода Будет организовано периодическое взятие проб воды на их соответствие Кроме того, комбинатом благоустройства лесного хозяйства На летний период развернуты временные спасательные посты На которых организована работа матроса-спасателей Ну и медицинских сотрудников Время работы спасательных постов с 9 утра до 22 часов вечера Сколько водолазов к этому году у нас подготовлено? Если понадобится их помощь, на какое количество человек рассчитываете? Общий состав матроса-спасателей это 8 человек То есть они дежурят по 2 человека Но в нашем учреждении, что касается конкретно водолазов, ничего не поменялось То есть у нас как спасательная станция из 3 человек Три подготовленных водолаза в этом году прошли у нас аттестацию То есть они готовы к выполнению своих функциональных обязанностей Ну это, скажем так, тяжелая артиллерия, если случилась беда Да, это уже крайний случай Но беды всегда лучше все-таки избежать Вот какие правила, давайте напомним, заречницам нужно соблюдать Чтобы не попасть в эту ситуацию Чтобы не пришлось бороться за человеческую жизнь на воде Единственное, что я хочу напомнить Правила поведения на воде Начну с того, с небольшой статистики Уже с начала летнего периода, скажем так На территории Пенинской области уже зафиксировано 3 случая гибели детей То есть это в районах По статистике на территории нашего города Случа гибели людей не зафиксировано Надеемся и не будет Напомню, что дети относятся к группе риска Риска пребывания на воде И по общее количество, если брать общее количество пострадавших на воде Статистику по России, то дети занимают второе место Первое место, это, к сожалению, у нас взрослые в состоянии алкогольного опьянения Второе место дети По правилам поведения на воде Могу сказать следующее Что, значит, прежде всего Запрещается купаться в местах Где выставлены щиты Знаки Предупреждающими и запрещающими надписи На нашем водоемах они установлены То есть Определены места, где можно Где нельзя купаться Также нельзя купаться в необорудованных местах Незнакомых Заплывать за буйки Обозначающие границы Участка акватории, где разрешено купание Прыгать в воду с вооружений Для этого не предназначенных То есть С каких-то мазков С крутого берега С деревьев То есть там С так называемых тарзанок Вот Ни в коем случае запрещается Ну и запрещается Оставлять детей без присмотра взрослых Это вот самая главная, скажем Проблема насущная То есть очень Много Детей Даже на наших водоемах Которые находятся Без присмотра взрослого Ну и Скажем Распивать, естественно Спиртные напитки Купаться в состоянии Алкогольного опьянения Плавать На подручных средствах Скажем так Каких-то Досках Деревьях Покрышках Автомобилей Камер Вернее Ну и скажу Что Уважаемые жители города Помните Что только От вас самих Зависит Благополучие Жизни Ваших близких То есть нельзя Смотреть Знаешь Что там Ваши дети Кто-то знакомый Ходит на пруд Без присмотра взрослых Все мы это видим Кто-то После употребления Алкогольных напитков В воду лезет Нельзя оставаться К этому равнодушным Спасибо большое Дмитрий За интересную беседу Будем надеяться Что это лето Пройдет без инцидентов Ну мы Приложим С этой стороны Все усилия для этого Спасибо большое До свидания Это были все новости На сегодня Я с вами прощаюсь Берегите себя И до встречи На телеканале Заречный Спонсор прогноза погоды Компания Ремстрой Компания Ремстрой Один из лидеров По производству и установке Высококачественных Пластиковых окон Ремстрой Входит в 100 лучших товаров России И награжден Золотой медалью За качество Производство и установка Пластиковых окон Натяжных потолков Стальных и межкомнатных Дверей Горизонтальных и вертикальных Жалюзей А также продажа И установка кондиционеров Все это Компания Ремстрой Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова